Да, спасибо. Давайте прежде чем начать свое выступление, я поздаю несколько вопросов в зал, чтобы понять вообще, с кем мы сейчас будем общаться. Вот вы пришли на конференцию, это немножко получше разобраться в том, что такое Data Science. Поднимите руку те, кто скорее из технической области, то есть, например, он разработчик или аналитик, и хочет прокачаться вот в этом направлении. Окей. Есть тут такие, кто больше со стороны менеджмента или бизнеса, или, не знаю, продакт какого-нибудь владения, и хочет понять получше. Окей. А есть кто-то еще, кого я вот не упомянул? Какая-то другая категория людей. А что вы делаете? Или просто интересующийся? А, то есть вообще какой-то третий род деятельности на этот. Понятно. Окей. Примерно понятно. Собственно, вот на своем вводном докладе я, как и написано в названии, расскажу, что такое машинное обучение и Data Science. Если быть более точным, планирую я рассказать о следующих вещах, чтобы вы поняли, может, вам это неинтересно, и вы убежали в другой зал. Это вообще сначала расскажу о основных концепциях машинного обучения, как это примерно работает, примерно о чем это, очень простыми словами. Затем приведу много примеров задач машинного обучения в однотипном, скажем так, формате, но из очень разных областей, чтобы у вас начала сформироваться некая интуиция, как это реально работает. Затем расскажу про методы машинного обучения, которые используются. Причем расскажу более-менее про основную массу используемых реально на практике. Там немножко динамик шуршит, я не знаю, это мешает, нет, никому. Ну окей, по крайней мере я слышу, видимо, никому не мешает. Про методы машинного обучения на практике. То есть я на самом деле буду рассказывать довольно сложные методы здесь, но я стараюсь это сделать без единой формулы, так очень по верхам, чтобы дать как раз интуицию, как это работает. И расскажу про машинное обучение в индустрии, как оно используется на практике, какие есть особенности, небольшие мифы вокруг этого. И, собственно, про то, как вообще стать Data Scientist-ом, и немножко про вот эту профессию. Собственно, немножко обо мне вообще, кто я такой. Как уже сказали, да, действительно, я вот руковожу всем, что связано с анализом данных компании Rubbles, она же SBT Group за рубежом называется, в Сколтехе занимаюсь исследованиями, в школе анализа данных преподаю машинное обучение. Раньше работал в Яндексе, закончил МГУ, тоже связан с машинным обучением направление. Как-то так. Здесь такой гордый слайд, с кем мы работаем в компании Rubbles. В общем, мы в основном с банками работаем, но не только. Собственно, основные концепции машинного обучения. Сейчас будет очень такой верхнеуровневая концептуальная часть. Надеюсь, донесу идею. Смотрите, допустим, вам задают вопрос. Вот что вы видите, автомобиль или стул? Вы, скорее всего, ответите на этот вопрос. И как происходит принятие решений у вас в голове? Вы просто уже большое количество раз видели много автомобилей, много стульев, и вы понимаете, в чем их отличие. Какие-то признаки у вас вычисляются. Вы понимаете, что если там есть ножки, это скорее стул. Если есть колеса, это скорее автомобиль. И так далее. То есть у вас уже был большой жизненный опыт, и вы знаете, что где. Где стул, где автомобиль. Собственно, вот идея машинного обучения, она примерно об этом же. Дать компьютеру данные, чтобы он обучился, и потом делал для новых стульев, которые он никогда раньше в жизни не видел. Я вот этот стул конкретно никогда не видел, но я могу сказать, что это стул, а не автомобиль определенно. То есть чтобы компьютер делал выводы новые. И, разумеется, будут случаи, когда компьютер не уверен. Ну, например, вот такие ситуации. Вот непонятно, стул или автомобиль. Соответственно, вот, ну, если мне кто-то 10 раз скажет, что такие штуковины называются все-таки автомобилями, я уже на 11 раз скажу, что это автомобиль. То есть еще раз. Общий пайплайн следующий, он един, его нужно очень хорошо понимать. Есть примеры данных с закономерностями, и есть некая обучающаяся программа. Например, вот если в случае живого человека рассмотреть, то обучающаяся программа – это просто человек маленький. Вот мы родились, и мы постепенно обучаемся, набираем какое-то там знание. Ну, и данные, примеры данных. Например, нам родители говорят, вот это плохо, вот это хорошо, и мы постепенно учимся. Затем, когда обучающаяся программа принимает на вход эти данные, она формирует внутри себя некую модель представления о мире. Она понимает, ага, наверное, если есть ножки, то это стул. Если есть колеса, то это автомобиль и так далее. То есть строит некую модель. Она не запоминает все предыдущие данные. Она, конечно, может это делать, то есть такое зазубривание, или же переобучение машинного обучения это называется. Но в целом пытается как бы обобщить знания, обобщающаяся способность имеет некую. И потом для новых примеров, для нового стула, которого никогда не видели, применяет вот эту модель и принимает какое-то решение. Соответственно, давайте рассмотрим очень простой пример, модельный, наверное, не имеющий смысла никакого ни бизнесового, ни прикладного, но просто, чтобы продемонстрировать, как это работает. Смотрите, допустим, у нас есть люди, и мы у людей умеем измерять два признака. Рост и вес. И мы хотим по росту и весу предсказать, это скорее мальчик или скорее девочка. Опять же, давайте рассмотрим какие-то исторические данные. То есть мы взяли там 100 людей, к примеру, насобирали у них статистику. Рост, вес, пол. Рост, вес, пол. И затем для нового человека, который к нам приходит, про который мы знаем только рост и вес, мы хотим предсказать его пол. Разумеется, с какой-то вероятностью, что это там, не знаю, на 70% мальчик. С 70% вероятностью мальчик, точнее. Соответственно, когда у нас есть такие данные, мы можем их визуализировать на плоскости. То есть вот, допустим, здесь рост, здесь вес, и вот как-то раскиданы точки. Здесь видно, что обучающая выборка, она размером раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять объектов. Возникает вопрос, как, имея эту обучающую выборку, для произвольной новой точки вот этой плоскости, то есть для произвольного нового человека, уметь предсказывать, это мальчик или девочка. Ну, какие могут быть идеи? Ну, например, можно попытаться нарисовать какую-то кривую, которая бы разделяла так интуитивно, разумно. То есть вот как-то вот огибала бы вот все там фиолетовые точки, отделяла их от желтых. Можно так делать? Можно пытаться как-то правилами разделять, что вот если такими пороговыми правилами, что вот если, допустим, выше 175, то это все-таки скорее там мальчик или вот как-то по весу. Может быть, какие-то сложные, глубокие такие правила строить. Можно что-то такое делать. Можно, ну, собственно, вот каждый вот этот подход, который описывает, у нас были разные методы машинного обучения, мы о них попозже поговорим. Соответственно, давайте рассмотрим простейший. Называется метод ближайшего соседа. Работает он следующим образом. Давайте просто для каждой точки вот этой плоскости найдем ближайшую из обучающей выборки, посмотрим, это мальчик или девочка, и такое предсказание сделаем. Если сделать такую процедуру, то получится вот такая картинка. Просто я сейчас для каждой точки изображения, то есть для каждого пикселя, по сути, предсказал, он скорее мальчик или скорее девочка. Вот это результат метода одного ближайшего соседа. Видно, что вот разделяющая граница между желтым и фиолетовым классом, она такая, как бы разорванная, скажем так. То есть видно, что вот здесь вот какой-то... Уже видно класшор? Да, видно. Вот здесь вот какой-то выброс, соответственно, вот непонятно, что с ним делать. Ну, здесь довольно, конечно, гладкая граница, хорошая. Окей, давайте попробуем этот метод немножечко расширить. Попробуем рассмотреть метод двух ближайших соседей. То есть если у нас в окрестности точки, которые мы пытаемся отклассифицировать, два мальчика, то мы уверены, что это мальчик. Если две девочки, то мы уверены, что это девочка. Если 50 на 50, то мы не уверены. То есть вот это такой серой зоной обозначено. Такой фиолетовый-желтый здесь. Вот если мы рассмотрим метод двух ближайших соседей, то получится такая разделяющая граница. Видно, что в целом она как бы более гладкая, чем предыдущая граница. У предыдущей прям вообще был какой-то кусок желтый, фиолетовый и так далее. Здесь она все-таки более сглаженная. Можно рассмотреть метод трех ближайших соседей. Будет вот так оно работать. Можно рассмотреть метод четырех. Граница на самом деле еще более гладкая. Она как бы размывается. Метод пяти. И так далее. Соответственно, на самом деле мы сейчас уже рассмотрим... Еще раз. Да, разумеется. То есть это как раз-таки та самая обучающая способность алгоритма. То есть, например, вы увидели стул, который все-таки оказался с колесами, но вы все равно запомнили, что это стул. То есть стул оказался в области пространства другого класса, но вы все равно поняли, что это скорее выброс. Или что это там девочка супервысокая, ну или наоборот что-нибудь такое. Когда вы говорите о границе, граница стула, вы просто видите, что вы видите, что вы видите, что вы видите? Под границей я подразумеваю примерно вот это место. То есть вот примерно вот это. То есть это то, где меняется принятие решения с мальчика на девочку. Вот. Нет, зона неопределенности другое, а именно то, где меняется решение. То есть представьте, мы вот это все бинаризуем по порогу 0,5. И будем, вот сейчас вот там вероятности написаны. То есть что вот здесь вот там вероятность 0,7, вот здесь 0,5 быть мальчиком, вот здесь 0,3. Ну точнее наоборот там 0,3, 0,5, 0,7. Вот представьте, мы округлим все это по порогу 0,5 и нарисуем вот эту границу, как она проходила. Тогда вот она будет более гладкой, чем в предыдущих случаях. Чем больше соседей берем, тем как бы вся картинка более сглаженной становится. Итого, мы сейчас на самом деле уже взяли и построили целых пять алгоритмов машинного обучения. Каждый из них дает какое-то качество. У каждого есть свои проблемы и недостатки. Например, у первого алгоритма, наверное, небольшая проблема была то, что он немножко зазубрил или переобучился под обучающую выборку. Раз, два, три. Что-то с микрофоном все-таки он, я не знаю, может меня потише сделать или… Я могу и вот этот. Мне комфортно вручную. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз. Раз, два, три. Отлично. Итак, то есть есть первый алгоритм, который, кажется, немножко переобучился, то есть он слишком подстроился под обучающую выборку. Интуитивно кажется, что это плохо. Потом мы это немножко формализуем, почему это плохо. Или же есть другие алгоритмы, которые, как бы, кажутся уже слишком неопределенные, слишком у них такая тупая граница, то есть почти прямая. Может быть, здесь из этих данных можно было более сложную закономерность извлечь. Соответственно, возникает вопрос, как выбрать наилучший алгоритм из этих пяти. Сейчас у нас уже пять штук. И как оценить качество работы алгоритма? Ну, это как бы вопрос следствия. То есть, чтобы выбрать наилучший алгоритм, нам нужно выбрать тот, который работает лучше всего. Соответственно, вот как понять, что такое хорошо алгоритм работает или нехорошо? Как измерить его качество? Для этого опять немного концептуальности, потом будем более конкретно рассуждать. Смотрите, что мы в идеальном мире хотели бы сделать? Погромче? Окей. Наверное, вот так тогда лучше микрофон держать. Смотрите, что мы хотели бы в идеальном мире сделать? Вот у нас есть наша обучающая выборка мальчиков и девочек. А мы хотим, чтобы произвольный человек, новый произвольный человек на земле имел предсказание хорошего качества. То есть, мы, обучившись на нашей выборке, для произвольной новой подвыборки могли бы предсказывать с хорошим качеством. Соответственно, ну, у нас, разумеется, нет этих произвольных новых людей. У нас есть только наша обучающая выборка. Возникает вопрос, что делать в этой ситуации? Ну, делать, на самом деле, можно простую вещь. Брать нашу обучающую выборку и разбивать на два подножства. Обучающую выборку и контрольную выборку. Или тестовую выборку. И, соответственно, взяв, обучив алгоритм, то есть, давая методу ближайшего соседа знать только об обучающей выборке, можно посмотреть, насколько хорошо или плохо он предскажет для тестовой выборки. Тестовую выборку алгоритм не видел, и мы можем посчитать количество непопаданий, например. Сколько раз мы не угадали. Или как там вот эти вероятности с истинными, предсказанные вероятности соотносятся с истинными мальчиками и девочками. Вот такой концепт, он используется очень часто. Конечно же, на практике там есть много трюков. Например, делают много разбиений на обучение и контроль произвольных. И потом усредняют оценки качества, чтобы такой более значимый результат, оценку качества получить. Есть еще всякие подходы. Но общая идея такая. Вот это называется кросс-валидация. То есть вот разбиение на два множества называется кросс-валидация. Ну, разбиение на трейн-тест еще называется. Основной термин кросс-валидация. Соответственно, окей, теперь мы поняли, как измерить качество алгоритма. Нам нужно просто разбить нашу обучающую выборку на две части, обучить на одном и попробовать предсказать на другом. И посмотреть качество. Окей, давайте для разных к, то есть для разных количеств соседей, у нас их было пять штук, посчитаем качество. Вот можно получить какой-то такой график. То есть сразу признаюсь, этот график не на реальных вот тех данных получен. Это некая картинка такая искусственная, чтобы опять дать интуицию, как это работает в идеальном мире. Вот мы можем увидеть какую-то такую ошибку. У нас по оси Y, по вертикальной оси ошибка отложена, по горизонтальной оси отложено количество соседей. И мы видим, что есть некий оптимум, что использовать двоих ближайших соседей, это вот лучше всего. Теперь давайте немножко возвращаться в реальную жизнь. Как устроено в реальной жизни? В реальной жизни, если вы такое будете строить, то вы увидите очень шумную картинку. Я пока не говорю о том, что там параметров больше, больше значений и так далее. То есть вы увидите очень шумную картинку, например, и по этой картинке нужно будет понять, что, наверное, между четырьмя и пятью ближайшими соседями вот это вот, это скорее шум. Не знаю, вы там что-то, не знаю, вычислительной точности не хватило для чего-нибудь, еще что-нибудь такое. Но это вот не оптимум явно. А оптимум он все-таки где-то здесь. Это первый момент. Второй момент. Конечно же, на практике оптимизируется не один какой-то гиперпараметр алгоритмов, типа вот K, количество ближайших соседей, а много и одновременно. А представьте, что у вас параметров, вы оптимизируете 10 штук. И, допустим, каждый параметр принимает там по, ну давайте хотя бы тоже по 5 значений. То есть не один K оптимизируем, а вот 5 таких K. Каждый там на что-то влияет в алгоритме машинного обучения. Это уже 5 в десятой степени комбинации. А представьте, что у вас параметров 10. Это 5 в сотой, все, это уже просто невозможно. Можете меня поправить, может это больше, чем число атомов во вселенной, вот что-то в этом роде. То есть мы не можем запускать наш алгоритм при всех возможных комбинациях и тестировать его качество. Нужно выборочно как-то понимать, вот в какую сторону двигаться. То есть у нас есть уже не одномерная вот такая кривулька, а многомерная. Вот здесь, например, двухмерная нарисована. То есть от двух параметров как-то зависит качество. И запускаются так называемые методы оптимизации. Это очень большая область математики. Там как раз люди занимаются тем, что вот подбирают, скажем так, разрабатывают методы, которые, не перебирая все точки, пытаются сойтись к чему-то близкому к максимуму, ну или к минимуму. В зависимости от того, мы ошибку минимизируем или качество максимизируем. Вот как-то так. Ну, чтобы вы понимали, там у современных нейронных сетей десятки тысяч параметров оптимизируемых. Ну, то есть перебрать это точно невозможно. Ну, и еще раз вот немножечко про переобучение и недообучение. Я вот переобучение еще назвал зазубриванием в таком интуитивном смысле. То есть, смотрите, вот такая картинка, показывающая разницу между этими двумя вещами. Вот у нас есть, допустим, синие точки, красные точки. Мы хотим их отделить друг от друга. И можно построить несколько разделяющих границ. Например, можно построить зелененькую разделяющую границу. Она, если вы присмотритесь, идеально отделяет синеньких от красных. Она прям, то есть все ровно по одну сторону, все красненькие по одну сторону от нее, все синенькие по другую. Однако интуитивно нам кажется, что это переобученная линия, что она слишком сильно подстроилась под данные. Есть недообученная линия. Это вот эта прямая. Она как-то классифицирует. Лучше 50% причем качества. Она скорее угадывает, чем нет. Но она недообученная. Хотя, кстати говоря, в некоторых задачах может и хватить качества. То есть обучили такую и работает хорошо. А на самом деле оптимальная граница, опять же интуитивно кажется, что вот она какая-то такая. Она выглядит не очень переобученной и вроде довольно подстроенной под данные. Соответственно, ну и вообще, по сути, почти все алгоритмы машинного обучения, они как раз, когда вы их настраиваете, они балансируют между переобучением и недообучением. То есть как не сильно подстроиться под данные, но и с другой стороны все-таки что-то предсказывать достаточно хорошо. Ну и опять же, возвращаясь к тому, как понять, вы переобучаетесь или нет. Берете все свои точки, красные и синие, разбиваете их на два множества, например, в соотношении 80-20. То есть 20% точек рандомных выкидываете, обучаете модель. То есть, допустим, обучилась такая странная зеленая линия, потом возвращаем 20% точек, смотрим, ага, видим, что многие не попали. Действительно, переобучение. Окей. Есть какие-нибудь вопросы? Дальше я вот прям долго и монотонно, ну ладно, не долго и, надеюсь, не монотонно, буду рассказывать примеры задач. Уже практически. Да. Еще раз повторю. То есть, конечно же, глазами никто не смотрит на разделяющие вот эти линии. Люди берут, разбивают множество на две части и смотрят качество предсказания на второй части. И это является индикатором качества алгоритма. Это отдельный вопрос, он сложный. Я не думаю, что у нас хватит времени в рамках этого доклада его обсуждать. Окей, давайте тогда пойдем дальше. Смотрите, нашу задачу с предсказанием пола по росту и весу можно записать в следующем виде, точнее, обучающую выборку. Это просто табличка, состоящая из двух столбцов. Каждая строчка – это человек этой обучающей выборки. Первый столбец – это рост, второй столбец – это вес. И мы хотим предсказывать пол. И есть какие-то тестовые люди. Окей. На самом деле вот в таком же виде записывается подавляющее большинство задач машинного обучения. Ну, если точнее говорить, машинного обучения, задачи обучения с учителем, supervised learning. То есть у нас есть какие-то объекты – это строчки, таблицы. Есть столбцы – это признаки. То есть какие-то параметры, описывающие объекты. Есть целевая метка, которую мы предсказываем. Пол, вес, температура, что угодно. Давайте рассмотрим примерно десяточек примеров, как это может работать. Например, задача – болен ли пациент. То есть пришел пациент, и вам по его симптомам нужно понять, там, не знаю, не медик, поэтому, может, меня закидают помидорами, но там через пять лет у него там случится какая-то болезнь в серьезной форме или не случится. Вот вам это нужно понять сейчас. У вас есть какая-то уже обучающая выборка пациентов, которые уже в прошлом, по ним давно насобирали статистику, в том числе вот через пять лет после этих симптомов. У них там была такая-то болезнь или не была. То есть у вас есть обучающая выборка, и вам нужно для новых людей, для тестовых пациентов, напредсказывать, вот какова вероятность того, что они скорее заболеют или не заболеют. Ну, в качестве параметров можно использовать симптомы, разные результаты анализов и так далее, и так далее. Вроде интуиция ясна. То есть такая автоматизация врача. Дальше, вот классический пример, то, с чего, наверное, началось машинное обучение в свое время в Советском Союзе, то есть пример из 70-х. Идея была в следующем, что нужно было понимать, копать золотую шахту, вот есть какая-то территория, местность, геологи утверждают, что потенциально там есть золотой рудник. Вот вопрос, строить шахту или не строить, или там проводить какие-то дорогостоящие, не знаю, бурения или что-то в этом роде, чтобы исследовать это полноценно, убеждаться в этом с большой вероятностью. Вот можно проделать какие-то предварительные дешевые исследования, просто анализ, почву взять, оценить местность и так далее, сопоставить это со всеми предыдущими кейсами, где уже оценивали местность, брали различные анализы почвы, и посмотреть, был ли там рудник или нет. Особенно задача в том, что рудников очень мало. Есть огромное количество неудачных точек, где попробовали и ничего не нашли. Там десятки. Точнее, есть удачных десятки, есть неудачных тысячи. Вот, соответственно, на этом деле обучили какой-то простой алгоритм, и потом вот качество определения новых точек, рудники они или нет, увеличилось там просто феноменально, и вот как раз, по сути, с этого в Советском Союзе все началось в плане машинного обучения. Давайте теперь передвинемся к изображениям. Модная нынче область. Вот смотрите, у нас есть изображение, то есть, по сути, это какая-то матрица, табличка цветов. Можно взять и эту табличку вытянуть в такой длинный вектор. Конечно, она уже смысл для нас, как для людей, картинки потеряет. Но вот вытянув ее в такой длинный вектор, можно ее запихнуть в ту же самую матричку, в обучающую выборку. И, например, если мы вручную разметим там тысячу, допустим, изображений, что вот есть ли котик на этом изображении или нет котика на этом изображении, можно обучить алгоритм, который для новых изображений будет говорить, тут есть котик или нет котика. Я здесь немножко, конечно, лукавлю, что не совсем разворачивают изображение вот в такую единую строчку. Я потом подробнее расскажу, как это происходит. Но концепция та же самая. То есть та же самая обучающая выборка, признаки и метки, которые мы предсказываем. Дальше. Робот, играющий в игру Go. Наверное, кейс, который многие слышали, то, что Google обыграл человека, чемпиона мира в игру Go, про который многие говорили, что невозможно это сделать, компьютер не может это сделать. Там ситуация, ну, немножко упрощая, там ситуация такая. Просто смотрится текущее состояние поля на игре и смотрится, и есть большой, условно говоря, исторический датасет игр, и смотрится, привело ли это поле к победе текущего игрока, который делает ход. И вот есть огромная вот такая обучающая выборка. И алгоритм обучается. Отдельный вопрос, что такое описание текущего поля, то есть в чем вообще как бы новшество вот этого подхода от Google, чтобы выиграть в игру Go. Не было таких ручных признаков. То есть не сидели люди и говорили, ага, вот если там какая-то линия вырисовывается на поле, то это скорее хорошо. Или вот что-то в этом роде. Не было вручную составленных признаков. Просто алгоритму на вход подавали сырую площадку от игры Go, и алгоритм сам уже делал дальше выводы. Дальше. Генерация текста. Это, наверное, сама как задача с прикладной точки зрения не очень интересна, но она используется в огромном количестве других задач. Например, машинный перевод, распознавание речи, генерация речи и так далее. И там вот как под задачей используется вот это, генерация текста. Ну, точнее, языковое моделирование, так называемое. Суть в следующем. Вам нужно по тексту попытаться предсказать следующее слово, наиболее вероятное, которое идет. То есть мама мыла, и вам нужно сказать, что скорее всего раму, а там может быть автомобиль, а мама мыла, не знаю, луну или что-нибудь такое. В общем, это маловероятно. Вот вам нужно взять огромную обучающую выборку текстов и начать предсказывать следующие слова, точнее, распределение над следующими словами. Дальше. Рекомендательная система. То есть вы заходите на, не знаю, кинопоиск, и вам там рекомендуют сайты, если вы ставите рейтинги. Возникает. Как это можно делать? Здесь, на самом деле, можно эту задачу рассматривать как задачу с двумя категориальными признаками. То есть признаки не вещественные, там рост, вес, что-нибудь такое. А это признаки ID пользователя и ID фильма. Два категориальных признака. То есть пользователь номер 7585 полайкал фильм 157. Записали в обучающую выборку строчку. Пользователь ID такой-то подизлайкал фильм такой-то. Записали. И, соответственно, новый алгоритм просто должен, не новый алгоритм, а обученный на этих данных алгоритм, должен предсказывать, скорее лайк или дизлайк будет для новой пары. То есть когда вы заходите на сайт, для вас перебираются вообще все фильмы из базы и предсказывается, вы скорее им лайк поставите или дизлайк. И выбирается топ по лайкам. Это очень такое грубое приближение того, как работает рекомендательная система. Подробнее в следующем докладе расскажу. Дальше. Поисковая система. Вот вы вбиваете в Google или в Яндекс какой-то запрос, и вам эти запросы ранжированы по релевантности. В чем-то похожей на рекомендательную систему, там тоже вам выбирают топ по релевантности. Здесь есть обучающая выборка у поисковиков. Это запрос документ. Сидит там вот у Яндекса порядка тысячи человек. Люди называются асессоры. Они сидят не в офисе, а на домах. И размечают пары. Запрос документ. Насколько они друг другу соответствуют. По пятибалльной шкале. Такая работа. У них там 100 примерно страничной документации, как правильно это делать. Сидят, размечают и улучшают алгоритм Яндекса. Ну, аналогично в Google. Кстати, можете, по-моему, гугловая документация, ее кто-то в сеть сливал несколько лет назад. Можете почитать. Вот. Дальше. Можно делать персонализированную поисковую систему. Это просто добавить еще признаки, связанные с пользователем. То есть, что если я вот скорее там раньше искал что-нибудь про торты. Торты. Эх, у меня сейчас. В общем, неважно. Искал что-нибудь про пирожные, про то, как их готовить, про всякие кулинарные изыски. И вот сейчас я вбиваю в поисковую систему Наполеон. Вот мне скорее нужно показать что-то связанное с кулинарными изысками, нежели с Бонапартом. Ну и да, нужно понимать, что обучающих данных, в качестве обучающих данных можно использовать, например, информацию о кликах, не кликах. Другая популярная задача, вот любят всякие B2B, ну не B2B, большие компании решать, вроде там телеком-операторов, банков и так далее. Вот есть какой-нибудь клиент, допустим, клиент банка или клиент телеком-оператора, вот вы там ОМТС, к примеру, клиент. И он предсказывает для вас, вы скорее утечете или нет, то есть перейдете там в Теледва или Билайн или нет. Соответственно, если вы склонны утечь, то он будет вас как-то увеличить вашу лояльность, какие-то акции пытаться вам рассылать и так далее. Скидки делать. Соответственно, как эта задача решается? Просто рассматриваются исторические данные и находятся те клиенты, которые, точнее, и рассматриваются моменты времени в жизнях всех клиентов. И смотрится, вот в этот момент времени этот клиент, было ли такое, что он был активен до этого момента времени, а после него он утек. То есть стал неактивен, все, перестал пользоваться услугами. Или же такое не произошло. И это как раз вот эти классы 0.1. То есть утек скорее или не утек. И вот мы рассматриваем такую обучающую выборку, где просто по сути это все моменты времени для всех клиентов в прошлом, каждый объект. И мы предсказываем. И мы меткой целевой, которую мы хотим предсказать, это просто факт того, как бы утекает ли в этот момент человек или нет. Параметры формируются экспертно вручную. Да. То есть это как бы человек сидит, пытается понять, какие факторы могли повлиять. Ему не нужно говорить, как они повлияют. Он говорит, наверное, если человек там, не знаю, тренд используемости, там, не знаю, денег человек кладет меньше, наверное, это влияет. Я не знаю, как именно, наверное, влияет. И вот он напридумывает там десяточек или сотенку разных параметров, запихивает это в черный ящик, в машинное обучение, а тот сам делает выводы, что действительно влияет, что нет и каким образом. Да. То есть в этом месте это предположение, а потом алгоритм статистически выбирает оптимальную зависимость, исходя из этих предположений. Собственно, вот как бы бум нейронных сетей в последнее время, он как раз, как бы, когда мы говорим про клиентов мобильного оператора, мы можем интуитивно придумать вот эти признаки, вручную их сгенерировать. А если вы говорите про классификацию изображений, вот у вас там матрица пикселей, вы не придумайте эти признаки, что вот если вот здесь покраснее, а вот здесь потемнее, то, наверное, это скорее котик и не котик. Ну, то есть это очень сложно. И как раз бум нейронных сетей в том, что они напрямую вот из сырых данных, из сырых там изображений, текстов или чего-то подобного начали генерировать признаки. Ну, точнее, не то, что генерировать, умеют принимать на вход сырые данные и хорошо с этим работать. Окей, давайте дальше, а то время поджимает. Допустим, предсказание продаж в магазине. Допустим, у вас есть розничная сеть, какая-нибудь, продаете товары, вам нужно оптимизировать планирование, то есть чтобы завозили товары вовремя и в достаточном количестве. С другой стороны, не очень много, чтобы они там не тухли у вас на складе и вообще на складе места не занимали. То есть у вас есть какие-то такие исторические данные и вам нужно, по сути, делать тоже предсказание для каждого момента времени в прошлом для следующей тройки. Товар, магазин и в момент времени. То есть вот для там 27 января, субботы такого-то года по товару, мороженое, там артикул такой-то в магазине, на улице, там, ну, короче, в конкретном магазине предскажи мне. И есть вот подобные тройки для всей истории. Разумеется, можно в качестве признаков и нужно добавлять, что это тип товара, что это там мороженое, категория мороженое, что у него там прошлые годы, год назад там была такая продаваемость, там отношение его продаваемости к другим товарам такое-то, там промо-акции учитывать и вот все такое. Ну и хотел бы завершить, это не конкретное приложение, но просто это большое направление, в которое я искренне верю, которое постепенно будет все больше и больше роль занимать во всяких таких алгоритмах искусственного интеллекта, то, что называют. Это экспериментирующие адаптивные алгоритмы. То есть вот все, что мы до этого рассматривали, это алгоритмы, которые берут и детерминированно предсказывают там. Вероятность быть мальчиком такая, продадите столько-то. А что если алгоритм не очень уверен? То есть, например, он хочет взять, предсказать, он говорит, вот не знаю, сколько в этом магазине продадут этого мороженого, поэтому давайте я скажу 100, а потом, соответственно, мне потом эти данные в будущем в обучающую выборку поступят, и я пойму, я правильно предсказал или нет. Потому что если я предскажу 0, так как бы мороженое не завезут, и я не соберу никакой статистики. Поэтому давайте я предскажу побольше. Да, я немножко там мороженое протухнет, оно испортится и так далее, зато я пополню свою обучающую выборку и в будущем буду действовать разумнее. То есть такое экспериментирование начинается. Вот такие алгоритмы все больше и больше на практике постепенно начинают внедряться. Их внедрять сложно, их поддерживать сложно, но, скажем так, в такой подход все больше и больше становится применим. Окей, давайте поговорим про методы машинного обучения. Как мы проговорили, есть метод ближайшего соседа, работает, ну просто ищем ближайших. Есть всякие линейные полиномиальные методы. Это просто, если в двумерном случае, это просто построить прямую, допустим, посмотреть, как она разделит наши там крестики, нолики, там красненькие, синенькие точки. В многомерном случае это просто гиперплоскость какая-то, плоскость или гиперплоскость. Ну, полиномиальные, если мы просто суммируем, да, и это эквивалентно просто суммированию признаков, то есть рост с какими-то коэффициентами, то есть рост умножить на коэффициент, вес умножить на коэффициент, просуммировали и получили результат. Если он больше единиц, то это там скорее плюс один класс, предсказываем, если нет, то минус один. Полиномиальные методы означают, что мы в степень возводим признаки, более гибкой делаем модель. Там парабола может получиться такая, или параболоид разделяющий и так далее. Вот если по-другому это записать в такой виде диаграммы, то можно входные признаки, вот допустим, у нас рост, вес и, не знаю, там, цвет волос. Вот мы берем вот эти признаки, суммируем с какими-то весами, то есть вот на каждом из этих ребер записаны веса. Вот. Мы это суммируем и получаем выход, то есть предсказание. Это на самом деле нарисована простейшая нейросеть. Если вот эту процедуру сделать более сложной, то получится более сложная нейросеть. Вот это двуслойная нейросеть. Соответственно, вы, наверное, начинаете понимать, почему я говорил много в нейросети параметров. Представьте, в промышленных нейросетях сколько их может быть. Нейросети очень хорошо себя показывают в задачах, где у данных есть какая-то пространственная структура. То есть картинки. У каждого пикселя есть смысл, что он соседний к другим пикселям, и это очень важно. У звука, когда у вас есть какие-то частоты, вот во времени важно, что какие моменты времени соседние друг к другу. И вот есть так называемая свертка, которая, то есть основная, наверное, фишка, почему нейросети сейчас настолько дают хорошее качество, это как раз-таки использование вот этот способ использования пространственной структуры в данных. Ну и вот на практике нейронные сети, они довольно глубокие, там слоев у них даже на самом деле это очень старая архитектура года 2014, а сейчас там сотни слоев у самых продвинутых, скажем так. Ну, как я сказал, как бы нейросети хорошо работают в задачах, где есть пространственная структура у данных. Картинки, звук, видео, текст и так далее. Ну вот, немножко про бум компьютерного зрения, который недавно произошел. Вот такого, скажу, 7 лет назад еще не делали, это было магией. Вот, а сейчас как бы вот берем обучающую выборку, где размечены собачки, кошечки, стулья и так далее, обучаем на этом алгоритм, и оно предсказывает с большой вероятностью на некоторых задачах даже выше, чем человек. Окей, другой алгоритм, решающее дерево. Можно построить алгоритм, который по решающим правилам, каким-то простым порогам, будет принимать решение. Допустим, пациент болен, не болен, то есть смотрим, как врач рассуждает, смотрим на такой-то симптом, посмотрели, не знаю, простой какой-нибудь анализ, поняли, там, содержание чего-нибудь в крови больше 0,7, делаем так, там, меньше 0,7, там, отправляем на другие анализы. И вот, соответственно, и вот так вот такое получается решающее дерево, просто по простым порогам, смотря на один признак по порогу. Вот здесь вот решающее дерево простое нарисовано, глубины 2. И вот в листьях этого дерева, то есть в самых нижних узлах, как раз предсказание там, болен скорее этим, болен скорее тем, то есть распределение. На практике решающие деревья работают довольно плохо, но очень хорошо работают композиции решающих деревьев. То есть можно взять, построить много разных решающих деревьев, например, обучив их на разных подвыборках данных. И потом усреднить их предсказания. Вот такой алгоритм называется Random Forest, который я описал. Он работает на практике очень хорошо и не требует, что самое, наверное, классное, он не требует особых знаний от человека, который им пользуется. Просто нажали одну кнопку и получили очень хороший результат, как правило. Вот, например, если мы возьмем, сгенерируем точки, просто чтобы показать, как работает случайный лес, сгенерируем точки. Вот зеленое облако, точек вот здесь красные, они немножко пересекаются. То есть оптимальная разделяющая граница – это такая диагональная линия. Вот как работает Random Forest. То есть вот это оптимальная, реально оптимальная граница. Вот это Random Forest из 50 деревьев. Видно, что он только по порогам смотрит, бьет. Вот это Random Forest из 2000 деревьев. Также есть бустинг над деревьями. Это вот не как в Random Forest мы строим деревья независимо, а мы каждое новое дерево пытаемся настроить так, чтобы оно компенсировало ошибки предыдущего. То есть смотрим, какая ошибка предыдущего и строим новое дерево так, чтобы оно предсказывало вот эту ошибку. И потом просто его добавляем в эту композицию. Это очень мощный алгоритм. На практике он используется, он, скажем так, недооценен в средствах массовой информации по сравнению с нейронными сетями, но используется, я бы сказал, не реже. То есть когда вы используете Google, Яндекс, что угодно, там работает именно градиентный бустинг над решающими деревьями. Да, возможно, как какие-то кусочки там используются нейросети, которые признаки поставляют, но итоговый алгоритм – это именно он. Бустинг, градиентный бустинг над решающими деревьями. Ну или просто бустинг. Ну и нужно понимать, как бы многие думают, что бустинг, он только над решающими деревьями. То есть можно объединять вот такую композицию, где каждый новый алгоритм компенсирует ошибки другого, только деревья. На самом деле это не так. Вот, например, вы все знаете, там даже в старых фотоаппаратах было такое распознавание лиц, где в квадратик обводится лицо. Так, а сколько у меня еще времени есть? 45. Ну, учитывая, что начал немножко позже, я думаю, можно еще минуты 4, как минимум. Там есть о чем рассказать. В общем, 5 минуточек постараюсь уложиться. Постараюсь уложиться. В общем, есть алгоритм Биолы Джонса, который как раз-таки работает во всех фотоаппаратах старых. То есть он очень быстрый, что даже на такой простой технике можно его применять. И там вот каждый алгоритм классификации, это такой патч, который просто пытается понять, если изображение там снизу светлее, сверху темнее, то это скорее лицо или не лицо. Это очень тупой алгоритм. Он очень по отдельности плохо работает. Но если вы построите композицию из, по-моему, 15 тысяч таких алгоритмов, распознавание лиц станет очень хорошим. Никаких нейросетей, заметьте. Итак, мы обсудили примерно 90% алгоритмов, которые используются на практике. Как правило, в машинном обучении ничего сверх того, что я сейчас проговорил, нет. То есть вот как-то так. И немножко давайте я расскажу про область data science, такой, наверное, с более индустриальной точки зрения. Давайте, если останется времени, это потом. Как выглядит машинный ленинг на практике для человека, который делает его? Вот почти для всех это выглядит подобным образом. Вот это код на питоне с использованием библиотеки scikit-learn. Видно, что мы импортируем метод ближайшего соседа key neighbors classifier. Мы его инициализируем, мы обучаем fit и мы предсказываем. Все. То есть все, то есть все машинное обучение занимает четыре строчки кода. Две из которых это инициализация, импортирование библиотек и так далее. Библиотеку уже написали. Самим ее, самому ее писать не нужно, потому что ее написали за вас лучше. Соответственно, как выглядит data science на практике? На практике есть, грубо говоря, три шага. По центру тот самый машинный ленинг. И видите, что здесь нет пунктиков. Это очень простой, как правило, шаг, потому что за вас уже все написано. Есть огромное количество действий до и после. Действия до. Это нужно сформулировать задачу, понять ее с точки зрения бизнеса. Вот как ее обернуть в эту матрицу, объект, признак, что действительно хотим предсказать, что не хотим, какая метрика качества и так далее, и так далее. Нужно собрать данные. Нужно эти данные хранить. Если у вас данных много, нужно поддерживать соответственно, там data warehouse, не знаю, какой-нибудь Hadoop, что-нибудь в этом роде, чтобы у вас все это хранилось. Нужно эти данные предобрабатывать, то есть чтобы сидел человек, не знаю, чистил их, потому что часто данные грязные и так далее. Нужно ну вот, в общем, всякие такие задачи. Продуктово понимать, что происходит и так далее. И когда вы уже сделали предсказание, то есть на шаге три, вам нужно проинтерпетировать результаты, вам нужно их внедрить в продакшн, нужно, чтобы они использовались, допустим, там, эта рекомендательная система начала работать там при нагрузке тысячи запросов в секунду. Это такая нетривиальная разработческая задача. Нужно понимать, как именно это, опять же, продуктово применится. Допустим, вы сделали какие-то рекомендации, но очень многое зависит не только от качества предсказания, какие фильмы человек полайкает, а как это оформить в продукт, внедрить, как это вставить с точки зрения UI и так далее. То есть продуктовая работа. Собственно, вообще менеджмент всех этих процессов вокруг. То есть я это к чему? К тому, что сейчас очень много хайпа вот именно вокруг центральной части, если там и все кандидаты приходят на все, но они говорят, хотим шаг два. Им всем говорят, не, не получится. Соответственно, есть очень мало ролей и людей и вакансий, скажем так, где нужен именно шаг два. Ну, наверное, это все, ну, многие исследовательские вакансии. То есть если вы занимаетесь прямо научными исследованиями, то, скорее всего, это больше про шаг два. Хотя, разумеется, и первого, и третьего там тоже много. Или же, если вам важны какие-то доли процентов качества, вы действительно сами берете и дописываете алгоритм. Например, если вы Яндекс.Директ, реклама, вам важны любые доли процентов качества, потому что это очень много денег. Поэтому Яндекс берет, инвестирует команды дорогие, которые сидят и тюнят доли процентов качества, потому что это денег больше, чем затраты на эту команду. Как правило, экономически это не так в большинстве других случаев. Ну, или там торговля на бирже. Если вы робота там чуть-чуть соптимизируете, это оправданно. Но в большинстве задач это не так. Поэтому быстренько сделали тяп-ляп с готовыми библиотеками и дальше. По поводу инструментов. Самый популярный, наверное, питон сейчас. Есть R, такой специализированный язык для статистического обучения, то есть для машинного обучения. Есть что-то более быстрое, такое для продакшена скорее. Java, Scala, C++. Ну и есть всякие проприетарные истории. Например, SAS, это платный язык, который используется в банках, любят в ритейле. Там тоже есть какое-то машинное обучение. Есть разные модные хранилища данных. Разумеется, я сейчас не перечисляю вообще все базы данных, я скорее что-то такое больше в контексте вот всего связано там с бигдейтой. Это Hadoop, Spark основное. Hadoop это некий инструмент, скажем так, для распределенного хранения данных. Spark некий инструмент для быстрой обработки данных распределенной. Cassandra это такая быстренькая. Давайте после обсудим, потому что сейчас уже очень плотно по времени. Ну и разные есть библиотеки машинного обучения. Вот там третьим пунктом, допустим, для нейронных сетей. Это вот как раз те самые черные ящики, которые просто запускаете, они работают довольно хорошо. Шаг 2, которые. И последний слайд, заключительный. Что нужно сделать, чтобы стать тем самым data science? Некоторые рекомендации, они супер субъективны, но это, наверное, лучше, чем ничего. Ну, во-первых, есть конкурсы по анализу данных. У вас вот Саша Гущин будет делать доклад в следующем, кажется, про это. Рекомендую послушать, вообще понять. Правда, мой доклад в параллеле, то есть я как бы конкурента хвалю. В общем, все равно рекомендую послушать, сходить, что это такое, с чем это едят. Нужно понимать, что это не совсем работа прям в продакшене, на практике и так далее, но это очень полезный опыт, как минимум. Дальше. Есть различные сообщества. В России в этом плане очень классная ситуация. Есть сообщество Open Data Science. Вот можно зайти на сайт, войти в их Slack. Там несколько тысяч человек, увлеченных Data Science. В общем, очень большой комьюнити, можно много чего интересного узнать. На любые темы пообщаться, получить помощь и так далее. Я попытался вот среди всех этих шагов и навыков, которые были на первом шаге, на третьем, выделить что-то такое, что нужно более-менее всем. Наверное, это знание технического английского. Без него тяжеловато. Все остальное очень специфично. То есть даже я не требую математического бэкграунда. Некоторые люди, там есть продуктовая работа, связанная с Data Science, но не нужен особый большой математический бэкграунд. Надо быть объективным. Дальше. Понимание основных принципов машинного обучения. Понимание принципов не с точки зрения формулы, математики сложной, а вот примерно как я описал. Концептуально. Что, зачем, в каких случаях, какие методы применяются и так далее. И иметь опыт в смежных направлениях. Вот здесь хотел бы пояснить. Сейчас, если вы посмотрите на обучающие программы вышки, физтеха, это для тех, кто хочет сменить профессию, вы увидите, что как бы все учатся машинному обучению. То есть если вы сейчас изучите машинное обучение, вы будете одним из миллиона вот таких же, которые сейчас выпускаются. Вам нужно иметь какое-то конкурентное преимущество, и оно у вас есть. У вас есть опыт работы, есть какое-то понимание рынка в вашей области и так далее. Вот нужно это использовать. В противном случае будет тяжеловато. Да, окей. Ну и в принципе дальше уже там все понятно, я даже комментировать не буду. Совокупность нескольких факторов. Первое, ну лучше на самом деле спросить на специализированном докладе у человека из NVIDIA. Но если кратко, то люди научились собирать большое количество размеченных данных, то есть картинок, там миллионы картинок с котиками, с тем, с тем и знать, что на них котики или что-то другое. Первый момент. Второй момент. Научились хранить эти данные. Третье, наверное, самое основное. Появились вычислительные архитектуры, которые умеют обрабатывать подобные данные быстро. То есть видеокарты хорошие, которые научились отсчитать. Вот три вещи. Как бы сверточные нейронные сети есть, что изобрели в 80-х. Ничего нового. Ну у меня там на слайде было, я думаю, потом организаторы вышлют. Сайкет Лерн, основная питаньячья библиотека. Ну Сайкет Лерн, короче, вот топ-1 выделю. Тут небольшая замена в расписании конференции. Дмитрий Коробченко, который должен выступать в 12 и в 12.55, он будет выступать, он поменяется с Геннадием Штехом и будет выступать в 17.25 и в 18.20. Есть еще вопросы? Да. Условия подбираются по данным. Просто решающее дерево пытается перебрать, работает чрезвычайно тупо, пытается перебрать все возможные условия. То есть смотрит, а давайте попробуем, допустим, у нас есть два признака рост и вес. Давайте посмотрим, вот если мы вес побьем по порогу такому, то будет хорошо или плохо? Померили качество. Потом по другому порогу, так по всем возможным порогам. Потом другой признак, по всем возможным порогам. И все. Вот так вот подбирается одно условие. Разбили как бы на два подножества. В каждом подножестве объектов тоже подбираем вот так вот просто тупо, жадно, точнее не жадно, а грид, короче, грубо, brute force такой. Ну, можем поподробнее на этом перерыве поговорить, если непонятно. Да. Да. Ну, зайдите просто на сайт школы анализа данных Яндекса. Если кратко, то это двухгодичные вечерние курсы. Они же являются магистратурой там в вышке еще где-то там. Ну, такое место, где нужен хороший технический бэкграунд, то есть туда тяжеловато поступить. И там довольно жестко с точки зрения математики. Я ничего не скажу, помимо того, что написано на сайте. Вот. Пробуйте. Наверное, сейчас как раз набор идет, я предполагаю. Да. Да. Не-не-не. Ходят, используют. Я говорю еще раз. Я вот скорее то, что модненькое, хайповое вот сюда упомянул. Да-да-да. Используют Postgres вовсю, Oracle вовсю. Короче, все используют. Все хорошо. И NoSQL тоже использует Mongo какую-нибудь или что-нибудь еще такое. Ну, сейчас модные вещи есть, типа Redis. Ну, короче, используют все подряд. Это просто скорее то, что в основном людей ассоциируется вот с бигдейтой. Да. Спасибо.